23 миллиарда рублей выделило правительство на поддержку российских авиаперевозчиков. Эта антикризисная мера должна помочь восполнить часть убытков и вывести авиаотрасль на прежний уровень доходов, считают экономисты. Однако, повлияет ли это на цены перелетов и когда возобновится авиасообщение в полном объеме? Это выяснила моя коллега Полина Жданова. Она со мной в студии. Полина, привет. Действительно ли авиаотрасль так сильно пострадала из-за пандемии? Да, Ир, привет. Действительно, авиаотрасль потерпела очень большие убытки в связи с пандемией. В разгар пандемии полностью прекратилось международное авиасообщение. Больше 80% всех воздушных судов простаивали без работы несколько месяцев. Но у авиаотраслей крупных стран, таких как Китай, США и Россия, остался спасательный круг в виде внутренних перелетов по стране. Летал и продолжает летать ЮТЕЙР, С-7. Что-то осталось с аэрофлота. И по итогам апреля, а вот сейчас Росавиация дала статистику, в России было остановлено 92% всех авиационных перевозок. У аэрофлота было сильнее падение 95%, но какой-то процент внутренних перевозок, тем не менее, сохранился. Если крупные авиаперевозчики остались на плаву за счет внутренних перелетов, а также господдержки в виде 23 миллиардов рублей, то мелкие авиакомпании, а их больше десятка в стране, оказались на грани банкротства. Они не вошли в список тех, кому положено финансирование. Их выживаемость пока что остается под вопросом. Кстати, от пандемии пострадали не только авиаперевозчики, но и аэропорты. А в прошлом году аэропорт имени Титова достиг большой цифры. Через Барнаул летели 500 тысяч человек. Это приличный пассажиропоток для небольшого региона. Но теперь его придется наращивать с ноля. Экономисты при этом считают, что цены на авиаперевозки сильно не вырастут. По логике такой жесткой, рыночной, если авиакомпания теряет где-то, она должна это компенсировать. Как компенсировать? Повысив цену на свои услуги. Логично, да? Но проблема в том, что если сейчас после пандемии, которая, дай бог, закончится и все-таки начнутся полеты, поставить очень дорогие билеты, ну просто далеко не все люди смогут себе позволить полет. Потому что, как мы знаем, ведь не только авиация страдает. И действительно, весной цены за билеты были очень низкими. Если в 2019 году средний чек в июне составлял 11 тысяч рублей, то в этом году всего три. Так, из Москвы в Барнаул еще несколько дней назад можно было улететь даже за 3 тысячи рублей, при средней цене в 9 тысяч. Но с первым этапом снятия ограничений цены возросли. Сейчас стоимость билета Барнаул-Москва вернулся на прежний допандемический уровень 11 тысяч. Такой же подъем можно наблюдать на цены до Санкт-Петербурга и других крупных городов. Начиная с середины июня цена возросла на порядка на 5 тысяч. Это уже не то, чтобы прям бьет по карману, говоря по столичному. Но, тем не менее, ощутимая сумма. Ей, скорее всего, как мне думается, воспользовались, ну, как я, как в моем случае, бывшие жители Алтайского края Барнаула, те, кто уехал учиться работать в столице нашей. А, на самом деле, с середины июля цена, которая за авиабилеты устанавливается сейчас авиаперевозчиками, она сильно-то и не отличается от обычной летней цены, как, допустим, в прошлом 2019 году. Похоже, аналитики авиаотрасли решили, что люди после самоизоляции зашевелятся, и спрос на перелеты будет достаточным, чтобы поднять цены на прежний уровень. Например, если сейчас в Калининград из Москвы можно улететь за 3,5 тысячи рублей, то к августу стоимость билета в одну сторону составит уже 14 тысяч. Но, в целом, средний чек все равно останется ниже прошлогоднего – 13 тысяч рублей против 16. Так что больших скидок на перелеты ждать не стоит, авиаперевозчикам нужно восстанавливать обороты. Но и баснословных цен пока что тоже не наблюдается. Тем временем карантин в стране идет к концу и в планах открыть международные перелеты уже с конца июля. Но, повторюсь, пока это только планы.